В этом году Владивосток стал единственным в Дальневосточном федеральном округе городом, где на День молодежи пройдут мероприятия федерального масштаба. Всего в России 10 таких городов, которые были выбраны Федеральным агентством по делам молодежи для проведения крупных мероприятий. Программа построена таким образом, чтобы охватить максимально различные сферы, которые интересны для молодежи в первую очередь. Она построена с интересами именно молодежи. Это пространство, которое будет базироваться как раз таки в едином таком пространстве на набережной Сосаревича. То есть мероприятие проходит на набережной Сосаревича и по своим основным направлениям оно будет представлять собой различные пространства. Студентам будет интересно посетить ярмарку вакансий, побывать на лекциях о предпринимательстве, современных возможностях молодежи, встретиться с известными людьми, музыкантами, политиками, бизнесменами. Спортсменам и любителям экстрима будет интересно на соревнованиях по уличному баскетболу, трекингу и состязаниях райдеров. Такого дня молодежи в городе точно не было такого масштаба. Это уже не городской день молодежи, а действительно федеральный масштаб. И мы ожидаем более 10 тысяч посетителей. Я думаю, каждый найдет что-то по интересам. Будет еще большая концертная программа, будут молодежные группы, которые, я думаю, говорят на одном языке с нашими молодыми людьми. Это и группа «Комсомольск», и группа «Хи», и вечером хедлайнер этого мероприятия «The Hatters». В 21.00 будет концерт. Все это завершится таким красочным фейерверком. Партнерами мероприятия стали корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края и администрация Владивостока. Вход на праздник бесплатный, но нужно будет пройти регистрацию. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.